Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 1 августа, Православная Церковь празднует обретение мощей преподобного Серафима Саровского, чудотворца. В начале прошлого века на свешнице Русской Православной Церкви возгорелась новая яркая свеча. Господь благоволил послать земле нашей великого молитвенника, подвижника и чудотворца. В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского через 70 лет после его кончины. 19 июля, в день рождения святого, с великим торжеством были открыты его мощи и помещены в приготовленную раку. Долгожданное событие сопровождалось многими чудесными исцелениями больных, в большом количестве прибывших в Саров. Почитаемый очень широко еще при жизни, преподобный Серафим становится одним из самых любимых святых православного русского народа. Так же, как и преподобный Сергий Радонежский. Духовный путь преподобного Серафима отмечен большой скромностью, присущей русским святым. С детства избранный Богом Саровский подвижник без колебаний и сомнений восходит от силы в силу в своем стремлении к духовному совершенству. Восемь лет послушнических трудов и восемь лет храмового служения в сане Иеродиакона и Иеромонаха пустынно жительство и столкничество, затвор и безмолвие сменяют друг друга и венчаются старчеством. Подвиги, далеко превосходящие естественные человеческие возможности, например, молитва на камне в течение тысячи дней и ночей, гармонично и просто, входят в жизнь святого. Тайна живого молитвенного общения определяет духовное наследие преподобного Серафима, но он оставил церкви еще одно богатство, краткие, но прекрасные наставления, записанные отчасти им самим, а отчасти слышавшими их. Незадолго до прославления святого было найдено и в 1903 году напечатана беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни, состоявшаяся в конце ноября 1831 года, за год с небольшим до его представления. Беседа эта явилась самым драгоценным вкладом подвижника в сокровищницу русского святоотеческого учения. Кроме учения о сущности христианской жизни, в ней содержится новое изъяснение многих важнейших мест священного писания – пост, молитва, бдение и всякие другие дела христианские. Учил преподобный, сколько они хороши сами по себе, однако не в делании лишь только их состоит цель нашей жизни христианской, хотя они и служат средствами для достижения ее. Истинная цель жизни нашей христианской есть стяжание Духа Святаго Божия. Однажды, находясь в Духе Божьем, преподобный видел всю русскую землю, и была она наполнена и как бы покрыта фимиамом молитв верующих, молящихся ко Господу. В описаниях жизни и подвигов святого Серафима приводится много свидетельств благодатного дара прозрения, которым он пользовался для возбуждения в людях раскаяния во грехах и нравственного исправления. Являя благодатные дары и силу Божию людям, преподобный Серафим назидал приходивших к нему, как идти узким путем спасения. Он заповедовал своим духовным детям послушание и сам до конца жизни был верен ему. Проведя всю жизнь в подвигах, непосильных для обычных людей, он советовал идти святоотеческим, то есть царским, средним путем, и не брать на себя чрезмерно трудных деяний. Выше меры подвигов принимать не должно. Самым главным подвигом и средством к стяжанию святаго Духа преподобный считал молитву. Всякая добродетель Христа ради делаемая дает благо Духа Святаго, но молитва более всего приносит Духа Божия, и ее удобнее всего всякому исправлять. Преподобный Серафим считал необязательным длинные молитвенные правила, и своей Дивеевской общине дал правило легкое. Божия Матерь запретила отцу Серафиму обязывать послушниц чтению долгих акафистов, чтобы этим не наложить лишней тяжести на немощных. Знаменитым стало Серафимова правило для тех мирян, которые в силу жизненных обстоятельств не могут читать обычные утренние и вечерние молитвы. Утром, перед обедом и вечером, трижды читать «Отче наш», трижды «Богородице, Дева, радуйся», единожды верую, занимаясь необходимыми делами, с утра до обеда творить молитву Иисусову. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного» или просто «Господи помилуй, от обеда до вечера, Пресвятая Богородице, спаси мя грешного» или «Господи Иисусе Христе, Богородицу, помилуй мя грешного». «В молитвах внимай себе», – советовал подвижник, – то есть ум собери и соедини с душою. Каждое воскресенье и каждый праздник, неопустительно приобщаясь к святых тайн, преподобный Серафим на вопрос, как часто следует приступать к причащению, ответил, «Чем чаще, тем лучше. Нет хуже греха, и ничего нет ужаснее и пагубнее духа уныния», – говорил святой Серафим. Он сам светился радостью духовной, и этой тихой мирной радостью он с избытком наполнял сердца окружавших, приветствуя их словами «Радость моя, Христос воскресе!». Всякое жизненное бремя становилось легким вблизи подвижника, и множество скорбящих и ищущих бога людей постоянно толпились около его кельи и пустыньки, желая приобщиться благодати, изливающейся от угодника Божия. На глазах всех подтверждались истина, высказанная самим святым в великом ангельском призыве «Стижи мир, и вокруг тебя спасутся тысячи». Эта заповедь о стяжании мира возводит к учению о стяжании святаго Духа, но и сама по себе является важнейшей ступенью на пути духовного возрастания. Преподобный Серафим, опытно прошедший всю древнюю православную науку аскетического подвига, провидел, каким будет духовное делание грядущих поколений. «И учил искать мир душевный и никого не осуждать. Кто в мирном устроении ходит, тот как бы лжицу черпает духовные дары. Для сохранения мира душевного всячески должно избегать осуждений других. Чтобы избавиться от осуждения, должно внимать себе, ни от кого не принимать посторонних мыслей и быть ко всему мертву». Преподобный Серафим по праву может быть назван учеником Божией Матери. Пресвятая Богородица трижды исцеляла его от смертельных болезней, многократно являлась ему, наставляла и укрепляла его. Еще в начале своего пути он услышал, как Божия Матерь, указывая на него, лежавшего на одре болезни, сказала апостолу Иоанну Богослову, «Сей от рода нашего». Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых. Преподобной Макрины, сестры святителя Василия Великого, преподобного Дия, совершается Собор Курских Святых, благоверного князя Романа Олеговича Рязанского, преподобного Паисия Печерского в Дальних Пещерах, блаженного Стефана и матери его, милицы сербских. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем, тезаименитства, будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. В воздержании сердца и слуха плод духовный обильно стяжал, в преподобстве и кротости духа добродетелей сад насаждал, послушанием вере отеческой, пребыванием в духе добра и молитвой за род человеческий. Много инокинь верных собрал, дивный старец сподобился зрения благодатной святой госпожи и огнем неопальным горения заповедал дух мирен стяжи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok